Рада приветствовать на своем канале всех любителей профимерии. Меня зовут Инна и сегодня подведем с вами итоги года. Это будет видео тег, который придумала Юлия Жарик Птица. Обязательно ссылку на ее канал я оставлю под своим видео. Но хочу также отметить Алену Ален, которая именно после ее видео по этому тегу я вдохновилась и решилась тоже снять это видео. И хочу сказать, что я обладаю таким складом ума, я не слишком могу запоминать в какой момент времени, что я купила. То есть парфюмы, которые со мной, вот я много сейчас поставила перед собой, такое впечатление, что они были со мной всю жизнь. Все-таки мне пришлось напрячь свою память и действительно вспомнить, а какие же парфюмы действительно были классными, которые я купила в этом году, которые были открытиями. Здесь, кстати, не обойдется и без разочарований. Но обо всем по порядку. Первый вопрос звучит так. Перед тем, как мы начнем, давайте елочку счастья, радости, удовольствия подвинем в кадр. Все-таки парфюмерные итоги года в преддверии нового года. Потрясающе. Елку обожаю. Ну что же. Открытие года. Тут мне долго думать не пришлось, потому что открытием года для меня стал, наверное, целый бренд, с которым мне удалось познакомиться довольно-таки емко, плодотворно. Вот как-то я почувствовала, вот знаете, бывает почерк бренда настолько вам близок, я почувствовала родство. Но особенно хочу выделить Топиволан от компании L'Olequite Imaginaris. Воображаемые жидкости. Топиволан переводится как ковер-самолет. Я окрестила его своим парфюмерным. Я этот парфюм, который настолько, я не знаю, как он смог так покорить мое сердце, мое воображение. Я как только наношу этот парфюм, просто у меня закатываются глаза от удовольствия. Это на каком-то молекулярном уровне. Это что-то невероятное. Такой приятный нежный жасмин. Здесь так много воздуха. Кстати, парфюмерные вкусы, конечно же, меняются. Поговорим дальше о разочарованиях года. Но вот эта свежесть, на которую меня потянуло в последнее время, здесь очень много воздуха. Он очень комплементарный. Топиволан, вот я работаю с людьми, девчонки, ну в основном я с женщинами работаю. Очень часто отмечали, говорит, Инна, такой очень нежный шлейфовый парфюм. Что это? Чем это так пахнет? Это что-то невероятное. Это моя восточная сказка. Это самое главное открытие моего года. Просто невероятный парфюм. Точно так же, не менее, не менее любимый и невероятный, кстати, сегодня у меня парфюм дня. Это тоже L'Olequite Imagineris и называется парфюм Desert Suave. У нас сегодня невероятная метель. Минус 15. Я именно надела этот аромат. Здесь, конечно же, что-то... Боже мой! Эти финики, сухофрукты, медовая какая-то пахлава, курага, кунжутное семя. Знаете, такой перетертый. Я, кстати, обожаю кунжут добавлять везде, куда только можно. Делаю я салат. Мой, кстати, любимый салат из зеленых листьев. Я туда добавляю грецкие орехи, сыр фетта, хурму и посыпаю все кунжутными семечками, чуть-чуть поджаренными. Вот пахнет кунжутными семечками, нинжиром, финиками, курагой, восточным базаром. И я в сегодняшний мороз, выходя на улицу, просто он меня согревал. А Desert Suave довольно-таки сладкий. Я его полюбила сразу, заказала. Но вот когда жарко, его все-таки эта сладость немножечко придушивает. А сейчас в прохладу, в мороз, можно сказать, он окутывает. Я вот действительно ощущаю жар от этого аромата. Как будто я нахожусь в какой-то Марокко. Действительно на марокканском базаре со всеми сладостями, десертами, которые представлены на таких рынках. Просто ароматы путешествия. Это какой-то отдельный вид искусства. Luliquid Imagineris. Я готовлю целое видео. У меня очень много парфюмов появилось у меня. Но их очень сложно описывать. Поэтому я готовлюсь к этому основательно. Открытие года. Вот покажу вам открытие года, которое совершенно ничего особенного я не вкладывала. Это покупка вслепую. Говорю я про iStar от компании Mugler, которая 2021 года. Это новинка этого года. Лимитка, как я понимаю. Я заказывала его вслепую, потому что две предыдущих лимитки прошли мимо меня. Ладно, не будем о тех. Мы говорим об этом выпуске 2021 года. И я купила лишь потому, что Mugler я просто обожаю. Послушайте, более шикарного, носибельного, поднимающего настроение аромата трудно себе представить. Это просто, если грустное настроение, подходим к шкафу, если есть такой аромат, и вдыхаем. Улыбка просто появляется сама собой. Я не могу его описывать. Я думала, он будет летний. Пиноколада, кокос, какие-то потрясающие сладостные ноты. Ананас, яблоко, но я ношу его даже зимой. Он для меня действует как поднимательное настроение, как игристое какое-то шампанское. Вот есть в нем настроение, настроение, как в Думроса Ликвид Имадженерис. Вот какой-то взрывбуйства какого-то фруктового напитка. Потрясающий аромат. Это просто открытие, открытие моего года. Не ожидала, совершенно не делала ставок я на этот парфюм. Посмотрите на расход жидкости, который происходит у меня в 50 мл. Это что-то невероятное. Ношу круглый год. Какая красота. Не могу налюбоваться в камере на него. Ну что, давайте дальше. А, открытие. Ну, видите, открытий было так много. Давайте коротко уже покажу открытие. Для меня открытием стало Хаяти. Потому что точно так же я не делала ставок совершенно на этот парфюм. Звучит как пенка из варенья, которая варит мама, бабушка. Я обожала эту пенку есть. А варенье не очень. И сейчас люблю, и раньше. А вот эту пенку всегда мне собирали. Я ее обожала. Вот это запах детства. И я думала, буду развлекаться этим ароматом летом. Но не тут-то было. Вплоть до зимы и осени. И вот сейчас зимой я наношу этот парфюм. Он, несмотря на свою детскость, игривость, несерьезность. Боже, как в нем комфортно. Это просто... Вот такой простой аромат. Просто звучит шедеврально. Потрясающая работа. Просто... Я, кстати, очень люблю Тарк Коллекшн. Ой, это просто кайф какой-то. И также я не могу не отметить этот аромат, потому что это открытие для меня. Для меня открытие 21-го года. Я долго выбирала аромат у Гуччи. Имена версии Блум и серии Блум. У меня есть целое видео, если вам интересно, как я выбирала. Я описываю всю линейку версии Блум. Посмотрите у меня на канале. Всю версию и для меня вот эта, которая называется Амброзия Ди Фиория, стала лучше. Я перед тем, как снять видео, нанесла этот аромат на руку. Я просто перенеслась в лето. Это невероятно красивая Тубероза. Это что-то невозможное. Лето. Красиво, нежно. Аромат, праздник, удовольствие. Он звучит... Вот просто для меня. Я летом носила Амуаш, Лап Тубероза. Тоже обожаю этот аромат. Он звучит мне в одном ключе. Он мне приносит такое же удовольствие и наслаждение. Но за совсем по соизмеримости в финансах совсем другие деньги. Но радость и кайф. Качество аромата просто невероятное. Амброзия Ди Фиория, открытие моего года. Следующий вопрос. Новинки моего гардеробия. Новинки. Давайте покажу. Я не знаю. Видите, я немножко не вспоминаю, когда что купила. Но мне кажется, вот эти парфюмы были последние. По-моему, это новинки. Я показываю 30 миллилитров. Сейчас покажу фокус. 30 миллилитров Жан-Поль Готье. Версия Ля Бель, именно Ля Парфюм. Его очень легко определить, потому что версия у него... Фурфактор у него градиент. С градиентом бутылочка. Теперь смотрите, что происходит. Это новинка моя. Смотрите, какой уровень жидкости. Вы просто посмотрите. Я сегодня как переклонила, я просто обомлела. 30 миллилитров уходят. Невозможно. Как я обожаю этот парфюм. В пирамиде заявлена груша, ваниль. Да, это все слышится. Но для меня он... Слышу в нем вишню, ваниль, немножко отголоски корицы. Отголоски корицы. Какое послевкусие дает этот парфюм? Наверное, это самый какой-то любимый парфюм моего холодного времени года. Я вот просто... Здесь не видно уровень жидкости, потому что очень затемнена бутылочка. Я не просвечивала. Но вот так я перевернула. Я просто... Мне нужно запасаться, запасаться, наверное, еще купить этот аромат себе в 100 миллилитрах. Просто невероятная сказка. Вот не ожидала. Просто не ожидала. Хотя он сладкий, но, конечно же, это не такой Жен-Поль-Котье, который... Вот эти ножки вверх, которые идет... Версия скандал. Нет-нет-нет, там очень сладко. Это тоже сладко, но как-то с изюминкой. Пикантно. И это мое просто... Новинка потрясающая. Ну, наверное, из новинок тоже была из... Наверное, из последних. Показываю вам. Нобеля 1942. Кафе Шантам. Также считаю, что этот парфюм для прохладного времени года, потому что он все-таки гурманско имеет... Гурманское направление. Сладостный. И здесь потрясающая пудра. Также здесь заявлена вишня, которую я слышу здесь очень красиво. Вишня с гелиотропным таким пудровым звучанием. Чувствую здесь и ирис. Давно уже не помню, что в пирамиде, но вот говорю, что чувствую. Ирисы красивые. Пудрочка. И это как на секунду оказаться в Париже. Вот запах какой-то свежего круассана с вишней, припудренной сахарной пудрой. Кстати, у Нобеля 1942. Потрясающая ваниль. Она отличается от многих брендов. Звучит невероятно красиво. Он любит прохладу. Невероятно. На мой вот вкус женственный, красивый, нежный, потрясающий. Ему очень идет снежок. Я вот, кстати, поближе его достану. Как я начала его носить уже с осени. Обожаю этот бренд. И кафе Шантан просто диковинка моей коллекции. Очень мне нравится сейчас носить этот парфюм. Ну что же, теперь давайте покажу, расскажу, вернее, расхламление года. Я не назвала бы расхламление своим каким-то глобальным. Расскажу вам просто не то, что про разочарование. Расскажу вам про парфюм, который покинул мой парфюмерный шкаф. Так, говорю я про Мансера Wild Rose Oud. Давайте предысторию очень коротко. Я покупала этот парфюм. Мне достался пробник. При покупке какого-то аромата мне достался пробничек. То есть я этот аромат покупала не вслепую. Я помню, носила этот парфюм. Я даже пробник не доносила. Как он меня влюбил. Он очень красивый. Я совершенно не отказываюсь от своих слов. Там такая красивая роза. Хотя я не люблю эти розы. И очень удивилась, что эта роза пришла с ней по душе. Роза, которая напитана влагой. Как будто бы настоящий букет розы. Не букет, а бутон розы распустившийся. Держишь. И вот с нее капает какая-то нежная роса. И ты вдыхаешь весь этот аромат. Уда там совершенно не было. Он где-то был вдалеке на подпевках. И я слышала его только лишь, когда принимала горячий душ. Кожа у меня, наверное, холодная. И когда я принимала горячий душ, я слышала удовые нотки. Когда этот аромат раскрывался, вот разогревался. Ну, у него было все приятно. От начала до конца. И вот случился со мной такой определенный, знаете, как переключение. Я его носила с упоением. У меня 120 миллилитров был бутылечек этого парфюма. Носила с упоением. Я помню, даже маме в отливанте отливала. Она говорит, Инна, это божественно. Носила, носила. Какой-то пошел переключение. Все. Я не могу его слышать. Он у меня стоял очень долго. Я выставила уже его на продажу. Вот. Но с меня такой продавец еще тот великий. Я не умею продавать совершенно. Вот. Мне легче подарить. И я в один прекрасный момент приехала к маме и вручила ей этот аромат. Мама, когда вдохнула этот парфюм, она говорит, Инна, это то, что я мечтала всю жизнь. Она говорит, у меня как-то в молодости были духи. Вот они так пахли. То есть ей попало настолько в десяточку. Но самое интересное, что мама, она счастливая, подарила ей этот парфюм. Но когда мама садится ко мне в машину, я говорю, ты надушилась этим Вайлд Рос Уттаном. Да, ты слышишь? Конечно, я его слышу. Мне просто физически становилось плохо. Я не понимаю, что со мной произошло, но такое бывает. Перестала воспринимать совершенно этот аромат. А она говорит, я от него полдень. Вот, наверное, это единственный, единственный флакон, который покинул мою коллекцию вот с таким интересным рассказом. А так все меня радует, как говорится. Продолжаем разговор. Девиз. Ага, у нас хотелки. Хотелки на четвертом месте. Так, а что же я вам... Конечно же, у меня есть целое видео про хотелки, про лист нитя. Может быть, я и сюда подключу. Посмотрите, что же такого я хочу. Недавно снимала. Немножко обновленный тройку лидеров вам расскажу. Я хочу, прямо очень хочу, Вильхем Парфюмери Body Point. Это краска для тела. Как же мне понравился этот аромат. Он очень свежий, грушевый. Звучит по-люксовому, но так он меня зацепил. Это что-то невероятное. Возможно, я начну с небольшого объема, потому что цена на Вильхем Парфюмери немаленькая. Он, помню, был такой стойкий, свежий, грушевый, какой-то невообразимо простой и невообразимо цепляющий меня. Понравился очень. Вообще мне сейчас марка Вильхем Парфюмери очень интересно. Мне понравился там еще room service очень сильно. Но он мне хлорочка отдавал там вопросы. А вот Body Point это просто моя хотелка номер один. Следующая моя хотелка, я вам покажу, Жан-Поль Готье, именно в версии не парфюм La Belle, а просто в версии La Belle. Она мне тоже понравилась. Но я сейчас просто восхищаюсь этим парфюмом. Возможно, если все будет хорошо, на весну я приобрету себе грушево. У меня грушево-розный, ванильный, очень красивый, носибельный, потрясающий аромат. И следующий парфюм, который я тоже очень хочу. Я пробовала его летом в Duty Free. Помню, мы летели в самолете, я нанесла ему на руку. Я говорю, о том, вот солей меж. Меня покорил этот аромат. Хотя он называется, да, он имеет отношение название к снегу, к прохладе, но летом он меня просто покорил. Очень нежный, какой-то такой колкий, цветочный, женственный аромат. Том Форд, конечно, мастер своего дела. Вот такие хотелки, которые у меня такие прям топчик, топчиком с вами поделилась. Дальше девиз 21-го года и девиз 22-го года. Не знаю, у меня девиз всех лет. Он один. Нужно научиться дышать счастьем, потому что эти частички счастья, они летают вокруг нас. Ёлочку придвинули, счастье вдохнули, и это счастье наполняет нас. Хочу сказать, что если правильно относиться к трансляции, а что мы транслируем, это то, что у нас в голове. Если вы, знаете, представьте себе проектором, транслирующий какой-то диафильм, для того, чтобы показать диафильм на экране, или какой-то художественный фильм. Вам сюда нужно вставить какой-то определенный файл, или же, как у диафильмов, такой с картинкой. Когда вы вставляете красивую картинку, помните, как диафильмы транслировали? Вы вставляли этот картридж, и какая была картинка, такое кино мы и смотрели. Вот я, кстати, обожала в детстве эти диафильмы, у меня была целая картотека этих карточек. У кого было, ставьте лайк, напишите в комментариях. Так вот, то же самое с нашими мыслями. Заметили ли вы? Как только вы думаете о чем-то, вы это в жизни встречаете. Поэтому очень важно иметь классные программы, пластиночки, вы сами выбираете их себе. Помню, когда-то один пример из жизни, мы, это давно было, ехала я на тренинг, и нас должен был забирать, с нами по пути, у меня тогда машины не было, нас должен был забирать, мы с мамой тогда тренинг проходили. Один человек, и он должен был приехать на белом Мерседесе в определенное время. Его нет и нет. И что вы думаете, когда программа, вы встречаете белую машину, вы ее только ищите. Мне казалось, что просто весь город купил белые Мерседесы. Я такого скопления, количества белых Мерседесов не видела никогда. Опять же, то, что мы ждем, то, что нам интересно, то мы и встречаем. Также девчонки беременные, кто такое замечал? Когда ты ходишь беременной, мне кажется, весь город беременный. То есть, то, что интересно вам, вы встречаете. Поэтому девиз на все года, на все времена, правильные мысли. Определяйте, что вам интересно, и смотрите только в сторону, то, что вам интересно, скажу так. Поэтому, и самое главное, я даже выписала себе, вот, чтобы поселить мир внутри себя, улыбнитесь. Вспоминаю невероятную фразу Янковского, который играл роль в Минхаузе, на котором говорит, все глупости мира делаются серьезным выражением лица. Поэтому, конечно же, как только вы делаете улыбку себе на лице, это, знаете, как психосоматика, она переходит на все частички. И всем приятнее, конечно же, с вами общаться, когда вы улыбаетесь. Но хочется грустить, конечно, нужно погрустить, куда же без этого. Вот такие были мои итоги. Не переключайтесь, потому что очень много интересных мыслей вы сможете прочитать по окончанию этого видео. Потому что, когда человеку очень много есть что сказать, он очень часто бывает молчит. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно же, я прощаюсь с вами до следующих моих видео. Надеемся, увидимся очень скоро. Вы, кстати, проверяйте подписку, подписывали вы, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. А я пошла готовить вам, наверное, новогодние, праздничные. Пока! Продолжение следует...